Лёгкие Вот моя дивизия. Ни одного человека, 20 тысяч народа было, ни одного живых не осталось. Люди привыкают. Вот я прямо могу сказать, привыкают к войне, к этому страшному варварству. Я не знаю отца. Я знаю только мать. Мать служащая. Родился в городе Харькове. Где-то через год дедушка пригласил нас в Питер. Тогда назывался Ленинград. Он здесь работал на заводе судомех, кузнецом. Я воспитывался у дядьки. Дядя у меня профессор МГИМО. Вот. И мы с ним на велосипедах были в лахте. Отдыхали. Вот. И когда приехали в город, думали, что такое всех к репродукторам. А репродукторы такие были огромные. Народу полно. И мы узнали, что началась война. Германские войска напали на нашу страну. Ну, сколько мне тогда было? 13 лет. Вот энтузиазм у всех, значит, и у меня. Тоже на фронт. Желание. А мама работала на заводе газоаппарат на Петроградской стороне. Это на Левашовском проспекте. В ноябре, в декабре месяце я поступил на этот завод в чине ученика штамповочной машины, где штамповали стабилизаторы к бомбам. А когда кончилась электроэнергия, нас научили делать печки. Вот буржуйки знаменитые. Мы были все на заводе уже. Мы дома не жили. Ну, нам давали 250 грамм хлеба. Был такой случай. Мой школьный друг. Я хотел его проведать. Меня отпустили. И я через него шел. Видел, как огромное количество людей везли на машине. Прямо как бревна наверх сложены веревками. Запутаны. Везли на Пискаревское кладбище. Стали эвакуировать многих. Значит, я отпросился и поехал на Филенский вокзал. Узнать, что там такое делается. И узнал, что действительно много людей отправляются на поезде в Борисову Гриву. А там потом машинами в Кабону, Жихарево и на материк. Вот. И я никому ничего не сказав дома. Оделся и поехал. Нас привезли в Будерновск. Выезд грузили. И подошел ко мне председатель колхоза. Сынок, будешь у нас жить. Пойдешь тогда ко мне конюхом. И вот мы с ним поехали. Я до него не знал, что такое конь. Нет, я знал кони, лошади. Это я все видел в кино. Помню, что в кино показывали, что кнутом надо бить. И они поедут. И вот сели мы с председателем колхоза в бричку. Я кнутом, значит, хлопнул. И кони нас тройка. Коней понесла. И понесла так, что председатель колхоза в одну сторону, я в другую. Бричка в дребезги. И кони убежали. После этого председатель колхоза сказал, нет, посажу тебя я на быков. Представь себе, мальчишка, который после лошадей, почувствовал себя героем. На лошадях это 15-20 минут. А на быках это 3-4 часа. И вот эти монотонные езды меня убило сразу. И на второй день я сорвался и на фронт. Приехал в Ростов. Батайск еще был открыт. И я прямым путем в Москву. И так я ехал до Обливской станции. На Обливской станции поезд в Сепи остановился. И конвой, который стал обходить, меня поймали. Привели к командиру полка. Я ему все рассказал. И он сказал, ну что ж, зачислим тебя пуль роту. И пошли по Донской степи в сторону Сталинграда. Пустыня. Жара. Это август месяц. Пешком все это идет. И вот мы пришли. Станица Мелоклецкая. Левый берег. А правый берег Румыны. У нас приказ сходу форсировать Дон и захватить 315-ю высоту. Дивизию сходу бросают на переправу. И кто как. Кто флавк. Кто там на бревне. Кто как. Переправились. Это мгновенно было захвачено. И они все пулеметы, пистолеты, ружья, автоматы. Все побросали. Но немцы, когда это все узнали, погнали Румын обратно. Хотели, так сказать, отстоять свою землю. Но у них ничего не получилось. Ну, вначале многие отступили. А вот три таких зота, как наш, сопротивлялись. И мы немцев разбили. Румын отогнали. И эту высоту намертво за нами закрепили. Ну, у меня не было ни страха, ничего какого-то. Я не знаю, что это такое. Какая-то заторможенность. Непонятно. Вот я прямо могу сказать. Привыкают к войне. К этому страшному варварству. Понимаете? Хочешь, не хочешь, но ты вынужден. И как-то вырабатывается противоядие, привычка. Вырабатывается. Уже снаряд летит. Ага, ты уже знаешь примерно, где он взорвется. И так наша дивизия закрепила здесь и плотную оборону держала. И началась Сталинградская битва, в которой наша дивизия принимала активное участие. Подготовленный план был. Окружение кольца немецкой армии. В районе Калача наши армии сошлись, и немцы попали в плен. Это было, по-моему, 300 тысяч, если не больше пленных. Это самая большая победа была в Великую Отечественную войну. В 1943 году я еще был на передовой. Взрывной волной мне разорвала перепонка. И у меня кровь была, и меня унесли в медсанбат. А в медсанбате оказали помощь и лечили там по приказу Макаренко, командира дивизии генерала. Он меня называл сыном полка. Меня привели в божеский вид. Как-то так получилось, что меня, ну, наверное, приказали. Меня оставили в медсанбате, где я был санитаром. У нас проблема была с бинтами. Бинты ведь стирали. Вот гнойные ниты, которые снимали с раненого, их стирали, кипятили, сушили, проглаживали утюгом. И мы скатывали их, чтобы потом можно было их опять пустить в работу. Наша дивизия от Сталинграда и до Берлина дошла. Наша дивизия участвовала в взятии Запорожья, Одессы. Мы дошли в 1944 году до Одессы. Взяли Одессу. И в это время приходит приказ Сталина, чтобы не видели за рубежом мальчишек, всех отчислить и отправить в тыл. Как меня не прятали, но вынуждены были отправить. Отправили меня в Иркутск. И в это время по ленд-лизу, это такое заключение с Америкой, они нам посылают военную технику, продовольствие, так сказать, паровозы, корабли, танки, самолеты, все. А после войны мы рассчитываемся. И во время войны золото. Так вот, корабли мы получаем. На остальную технику страна спокойно освоена. А на корабли нету людей, мужчин. А я комсомолец. И ЦК комсомола выдвинуло клич. Молодежь на Дальний Восток на корабли из Америки возить грузы в Россию, в Советский Союз. Меня оформляют, в Владивосток привозят, встречают, там, учеба, все, все. Оформляют, дают мореходку. Куда? На старый большевик. Это судно, загруженное полностью. 17 тысяч тонн танки, самолеты, бензин, динамит, взрывчатка. И когда шли с реки Явика с Исландии, их заметили немцы. И вот налетел налет авиации. Огромный. На старом большевике пушка спереди, пушка сзади. И шесть орликонов. Это крупнокалиберные патроны. И когда налетели, стали отстреливаться. Но все равно бомба попадает в нос. Отрывает пушку вместе с обслуживающим персоналом. Там загорается отсек поцмана, там бензин и всякие краски и прочее. И рядом трюк с динамитом, с взрывчаткой. Сразу подходит корвет английский и предлагает судно покинуть. Судно взорвать и продолжать путь. А закон такой. Весь караван ни минуты не останавливается. Что бы ни было. Тонут люди. Зарвался судно. Тонут люди. Если схватился, значит жив остался. Не схватился, все равно не будешь. Потому что 5 градусов вода. Потрепыхался и готов. Команда отказывается. Караван уходит. И остаются одни. Команда тушит пожар. Выправляет все повреждения. Кроме конечно носа. И потихоньку идет в Бурманск. И когда приходят в Бурманск, там все обалдели. Что здесь такое? Без носа. Закопченное какое-то непонятное судно. И король Англии награждает капитана и главного Михаила. Механика. Судно. Высшим орденом военным. Самым высшим. Которым там земля дается. Бессрочная. Все, все, все. А Сталин. Три героя Советского Союза. Главный механик. Капитан. Капитан. И матроса. Казенок. Мы зашли в бухту Золотой Рог. Это огромная бухта, где скапливаются все корабли. Город вокруг. Там выстрелы, ракеты и прочее. Что такое? Капитан говорит, война кончилась. Является днем всенародного торжества. Праздником победы. И вот после этого я, значит, поступил в 5-е ленинградское медицинское училище. Я кончился тысячи. Вот. И попросил, чтобы меня направили в Якутию, потому что там высокая зарплата была. С женой познакомился в 57-м году. Прожил с ней 63 или 67. Не помню точно. 64. Сколько? 64. Вот. 64. Она точно. Я могу ошибиться там где-то плюс-минус. А она точно знает. За это получили от губернатора медаль вот такую вот и 60 тысяч денег. Трое детей, четверо внуков, трое правнуков. Дети у меня подросли. Думая о их будущем, я написал письмо начальнику медсанслужбы города Мурманска с просьбой перевезти туда, где я проработал 40 лет и у меня ни один случай не был смертельный. Что я могу сказать современной молодежи? Любите книгу. Без книги вы будете как без рук. Если ты много читаешь, если ты любишь стихи, то это залог того, что ты будешь замечательным человеком, прекрасным сотрудником, прекрасным товарищем, прекрасным другом. Это очень важно. Пожалуйста, учитесь как следует. Любите родных, любите друзей, любите страну и жизнь, которая дается только раз. Больше ее не будет. Запомните. Ты прекрасно прожил жизнь. Ты дал образование другим. Ты помог другим. Ты дал счастье другому. Вот это самое главное в жизни. Запомните. Деньги – это не главное. Это я вам говорю. Я знаю, что такое деньги. Я знаю, что такое их нет. Я знаю, что такое голод. Фронт. Все это я прошел. Но я вам скажу, что это не главное. Главное – быть человеком. С большой буквы. Ужал.